Дедушка после смерти не отпевали. Возможно ли заочное отпевание человека спустя несколько лет после смерти? Нужно ли это сделать? Конечно, нужно. Это возможно и нужно. Почему? Потому что что такое отпевание? Это молитва церкви. Сколько это в церкви происходит? Не только ваша личная молитва, это церковная молитва. О том, чтобы человек наследовал спасение. Все мои люди грешные, все мы нуждаемся в упокойных молитвах. И, скажем, гарантированно, что вот такой человек в Царстве Небесном мы не можем. Мы можем в это верить, надеяться, особенно если человек был очень хороший, но, так сказать, можем гарантировать только о святых. Да, вот они уже церковь прославлены, мы знаем, что они гарантированы в Царстве Небесном. Все остальные, ну, да, наверное, так сказать, были хорошие люди, скорее всего, Царство Небесное, но все равно за них надо молиться. Ну, вот. Ну, а тем более, если у человека были какие-то проблемы, там, серьезные, так сказать, в разном плане. Поэтому надо обязательно отпеть. Заочно-то можно отпевать. Даже спустя, там, 20-30 лет это тоже возможно. Потому что, знаете, у Бога нет времени. Никогда не поздно помолиться за упокой души человека. И в том числе провести отпевание. И здесь потом вот эту землю, которая обычно в процессе отпевания дается, это, если возможность, взять и просто прикопать на могиле вот того человека, кого мы отпели. Да, так вот спустя длительный период времени. И, ну, естественно, требуется молитва за усопшего. Не только вот это отпевание, но и всю жизнь надо молиться. За упокой души, ходить на родительские субботы, писать записочки, да, на литургию. Вот. И дома тоже за упокой души поминать желательно каждый день своих дорогих усопших. Потому что чем мы можем помочь усопшим? Только молитвой. Молитвой добрыми делами в их памяти. Это надо делать. Это надо делать. Вот. Если они уже спаслись, ну, от этого только нам будет хорошо, да? И они будут радоваться, что мы такие вот любимые молимся. А если у них какие-то проблемы, то тем более. Эти молитвы церкви могут эти проблемы решить. И человек, если не дай бог попал в ад, при этом церкви, может прийти в рай. Вот. Это, ну, это даже сравнить ни с чем. В этом мире, наверное, никакая болезнь, никакие самые страшные кары в рамках этого мира не сравнить с тем, что вот если человек попал в ад. И наоборот. Если он попал в ад с небесной, не видел того, не видел того глаз, не слышал того, что уготовил Господь для любящих его. Да? Поэтому это очень важный момент. И это обязательно надо нашим ближним таким образом помогать. Был такой случай, когда моя супруга, будущая супруга, она была студенткой, она стала церковляться и пошла и отслужила панихиду, ну, дала записочку священнику. Она служила панихиду по своему дедушке, давно-давно усопшему. И она приходит домой, садится завтракать уже после службы, после панихиды с родителями своими. Она рано ушла, там, на раннюю службу, она такая ранняя была девица. А родители ночью спали. И мама говорит, знаете, мне такой интересный сон снился. Ну, снится мне мой папа усопший, да, дорогой, и меня благодарит. Говорит, спасибо, ты мне такую помощь оказала. Очень тебе благодарен. Вот. И моя супруга прям была поражена, что вот, так сказать, такое вот ее дедушка пришел к своей дочери и сказал, спасибо тебе, ты мне сегодня такую помощь оказала. Вот поэтому, ну, такие случаи я могу много рассказывать, их очень много на самом деле. В подобных случаях. Вот. Поэтому это свидетельство о том, что наши усопшие, наши на молитвах нуждаются, в том числе отпевания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись. Продолжение следует...